Бывший чемпион Энди Руиса объявил, что сразится с Тайсоном Фьюри. Официально Тайсон Фьюри против Энди Руиса 22 июля. Впрочем, болельщикам бокса рано радоваться, так как сапромоутер Фьюри Фрэнк Уоррена проверк слова Руиса. В коротком комментарии изданию Boxing News он сказал, что это неправда. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали. Габриэля Рассадо объявил о завершении карьеры. В свой последний бой Рассадо проиграл в реванш у Бекдемира Меликузиева. Бой между Жаном Касабутским и Джардом Андерсоном станет отборочным. По его итогам, определится следующий претендент на титул WBC. По информации инсайдера из-за отмены элиминатора между Энди Руисом и Донтеем Вайлдером, WBC предаст противостоянию Касабутского и Андерсона статуса отборочного, который определит претендента на бой с Тайсоном Фьюри. Похоже, Эрол Спенс все же пройдет долгожданную унификацию с Теренсом Кроуфордом. Авторитетный сайт The Ring, ссылаясь сразу на несколько источников, утверждает, что Спенс и Кроуфорд действительно договорились подраться. Их поединок возглавит вечер бокса от BBC на телеканале Showtime, который состоится 22 июля в Лас-Вегасе. Оскар Далахоя сообщил, что хочет увидеть камбэк Райана Гарсии в августе. Я очень взбудоражен и горд тем, что Райан Гарсия и Джерон Тодейс доказали, что они звезды Пепперю. Я не против увидеть возвращение Райана в августе так быстро. Я вижу, что Райан Гарсия хочет быть легендой. Он желает стать чемпионом, так что он голоден и мотивирован. Он любит драться. Будет весело вернуть его в ринг с правильным соперником. Альберт Селимов дал прогноз на поединок Василия Ломаченко с Дэвином Хэйни. Ставлю на Ломаченко. У него есть мотивация. Он понимает, что тот молодой парень. На него многие ставят. Ломаченко такие моменты будут мотивировать. Отец его заведет, он найдет к нему ключи и разберет его. Ломаченко его разберет, все титулы у него заберет. Если выиграет, то еще наверное у кого-то выиграет, а потом наверное завершит карьеру. Тимоти Брэдди раскритиковал Джеронту Дэвиса. Я критиковал его резюме. Говорил, что он дерется с таксистами и не проверяет себя на лучших. Майвезер Промоушенс и Пи-Би-Си проделали фантастическую работу по его продвижению. Этот чувак везде продается, где он не выступит. Но наступает время, когда ты говоришь, что ты лучший, но при этом не желаешь выходить против самых лучших. Он может мне нравиться как боец, но как человек я думаю он кусок дерьма. Это может злить кого-то. Но это мое мнение. И по крайней мере я его прямо выражаю. Я скажу это ему в лицо. Вот такой я чувак. Так я воспитан. А на это у меня все друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.